Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Сегодня у микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает руководитель группы контроля за ремонтом дорог Член Общественной Палаты Кировской области Константин Сечихин. Костя, добрый день. Добрый день. Первое, что, конечно, я тебя хочу спросить, это будущая рабочая группа, которую ты возглавляешь, и которая, по мнению многих экспертов, успешно работала на протяжении нескольких последних лет в рамках Общественной Палаты, как раз по ремонту дорог, к рабочей группе по контролю за ремонтом дорог. Дело в том, что в новый состав Общественной Палаты ты не входишь, и это вызывает вопросы. Вы можете работать в рамках Общественной Палаты, не являясь членами Общественной Палаты, или не можете? Если можете, то станете ли это день? Мы можем работать и в рамках Общественной Палаты, мы можем работать и без Общественной Палаты в данной ситуации, потому что закон об общественном контроле не запрещает любому гражданину Кругу лиц граждан создавать рабочую группу Понятно, что в данной ситуации Общественная палата Это Оператор, можно сказать С какой-то точки зрения Данных рабочих групп, которые у нас Не одна, мы были, можно сказать, первые В данной ситуации В рамках такого обширного Общественного контроля, как получилось Потом после нас По фонду капитального ремонта были Рабочие группы и по ЖКХ, и по тарифам И различные Другие моменты На сегодняшний день я не могу 100% сказать Что будет в ноябре месяце Потому что Даже если мы с вами начнем Тот момент разбирать, что Когда она сможет собраться, рабочая группа То В самых хороших моментах Это не раньше февраля Только при той причине, что В рамках законодательства Пока Общественная палата соберется Пока проголосуют за нового председателя Общественной палаты Секретаря, по сути Пока они определятся с комиссиями Потому что я сам присутствовал при этой процедуре Три года назад И пока это весь процесс пройдет То это будет не раньше Январь, февраль, месяц И потом уже можно о чем-то будет разговаривать А будет ли рабочая группа По сути получается на сегодняшний день Зимний сезон для рабочей группы В том виде, в котором она существовала Он выпадает В этом году По сути получается Он как-то так Доработаем до октября Там посмотрим Потому что будет гражданский форум Я думаю, что на гражданском форуме Мы все всем уже расскажем Что будет дальше Да, как раз обсуждались темы Которые необходимо вынести на гражданский форум И рабочие группы Общественного контроля Одна из тем, которые планируются к обсуждению Да, да Тем не менее, работу вы ведете свою активно И я вижу в фейсбуке Что вы выкладываете очередные фотографии С выездов По всей области ездите И кроме того Я знаю, что буквально сегодня, вчера Вы поднимали вопрос о ямочном ремонте И у вас действительно много замечаний по этому поводу Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Кирове? Буквально вчера мы как раз выезжали на улицу Вересники на сегодняшний момент Там в ужасном состоянии находится дорога При этом мы понимаем, что в ближайшем будущем Будет открыт легкоатлетический комплекс По этой же дороге должен проехать Представитель, руководитель Газпрома Какой-нибудь федеральный министр И руководитель Газпрома собирается к нам И понимаете, когда ты едешь по этой дороге Ну, просто неохота Лучше бы они на вертолете прилетели К легкоатлетическому комплексу Просто по этой дороге ехать на сегодняшний день Очень нехорошо Остается порекомендовать правительству Кировской области На сегодняшний день За место той дороги, которую строят они К легкоатлетическому комплексу Построить вертолетную дополнительную площадку Либо позаботиться о ямочном ремонте В Вересниках на улице Ключевую Потому что ямы по полтора метра По метр тридцать Вот как мы вчера замеряли, получается И в ужасном состоянии находится эта дорога Не только ямочный ремонт на этой дороге Вы осматривали, но еще, я понимаю Анализировали списки, которые вам предоставили Конечно, конечно Что же за списки? Да мы еще в июне запросили информацию В дирекции Дорожного ХЗС О ямочном ремонте Только по той причине, что мы наблюдаем с вами Что вот прошел май Началась реализация программы Безопасной и качественной дороги И мы с вами наблюдаем, что у нас нет Нет просто-напросто ямочного ремонта Нет в рамках ямочного ремонта Не проводится содержание Мы наблюдаем огромные ямы Люди жалуются, почему так все происходит Мы решили запросить информацию А все-таки проводился ямочный ремонт в городе Кирове И да, мы получили эту информацию И что там? Это огромный список на 64 листах Как нам и рассказывали, что каждая яма привязана к точке координат Мы начинаем проверять эти точки координат И нас уносит очень и очень далеко В степи Казахстана В степи Казахстана? В степи Казахстана То есть ямочный ремонт, производимый дирекцией дорожного хозяйства В степях Казахстана? В степях Казахстана Ну, маленько берешь, наоборот, переворачиваешь Там где-то и Ореческий район появляется Что значит? Ну, вот как бы мы подумали, вдруг ошибка Мы решили поменять точку координаты Местами Долготу, широту поменяли, да Тут поближе уже к городу Кирову Тут уже Ореческий район, там ближе к стрижам эти точки выбивают А это все дирекции дорожного хозяйства города Кирова? Конечно, это целый официальный документ Целый официальный ответ рабочей группе О том, что мы, да, мы ямочный ремонт провели Каждая яма у нас на сегодняшний день привязана к точке координат Я уверена, что вы этот вопрос задавали дирекции дорожного хозяйства Мы задавали Причем тут Казахстан и Ореческий район Причем тут Казахстан, причем тут Ореческий район Нам ответили на сегодняшний день, что у города Ромастроя Своя система координат, свои какие-то там супер приборы По которым они это все метят, можно так сказать, да И ставят точки А даже что же у вас тогда в этих списках, которые вы официально получили? Вот этот вопрос мы хотим сейчас задать 30-го числа Когда будет состояться рабочая группа Мы спросим все-таки наконец директора ГДМС А все-таки либо мы не правы, либо у них и честно там какая-то своя система координат Секретная, которую они никому не рассказывают Но такие списки предоставляют Вот как-то так на сегодняшний день Опять же вопросы-вопросы, на которые, по крайней мере, мы ответы получаем в том виде, в котором есть У вас версии какие-то были? Рабочая группа обсуждала, что вообще происходит? Координаты не совпадают Система координат разная У города, у того, что мы видим под ногами и того, что предоставляет Мы еще в том году вывод сделали по всей этой ситуации ямочного ремонта Что система контроля, а ее просто-напросто не существует Когда нам рассказывали, что у них 16 тысяч фотографий где-то там на сервере То есть фиксируется фотографиями, должен фиксироваться весь ямочный ремонт Каждая яма, машины, сотрудники, что они это делают? Да, да, они должны что сделать? Они должны зафиксировать объем выполнения работы при помощи привязки к GPS И при помощи фото-видео фиксации Вот так нам рассказывала дирекция должного хозяйства все время, начиная с 2016 года Когда мы начали эту информацию запрашивать, покажите Нам говорят, да вы что, у нас 16 тысяч фотографий, да как мы вам их предоставим Да покажите хоть часть, покажите Давайте мы посмотрим с вами координаты Мы посмотрим с вами фотографии одного объекта Если это все совпадет, будет замечательно В итоге мы получаем 20 фотографий Получаем 64 листа координат И уходим куда-то в Казахстан Ну, честно, нет никакого контроля на сегодняшний день со стороны дирекции дорожного хозяйства по ямочному ремонту в городе Кирове И это Константин Сечихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог, член общественной палаты Кировской области Кстати, возвращаясь к членству общественной палаты Буквально на днях, в прошлую пятницу прошло голосование за третий список общественной палаты Напоминаю, что избирались люди, которые представляли документы, что не направлены от НКО региональных И там ты был в этом списке и подавался, но не прошел по голосованию И написал большой пост в Фейсбуке, где сказал, что тебе обидно, но проекты свои продолжать ты будешь Мы поговорим и о том, и о другом Почему все-таки обидно? Обидно даже ни за что, что я не прошел Я еще в самом начале говорил, что большой цели не ставлю прийти в общественную палату в четвертый САЗЭК Но попытаюсь просто сказать, не пойду Это тоже будет неправильно, потому что я много сил отдал общественной палате в течение трех лет И на сегодняшний день считаю, что мог бы еще поработать, одним словом Но получилось, как получилось, не попал, не прошел А на самом деле, как мы теперь поняли, под угрозой и само существование рабочей группы по контролю за состоянием дорог И не только это ты делал, ты комиссию возглавил? Да нет, я как бы, ну, в основном, основное направление в последнее время было, это, конечно, рабочая группа Куда я отдавал практически там максимум своих времени, которые я мог позволить, да, на общественную деятельность Параллельно я еще занимался в центре общественного контроля Там я останусь в центре общественного контроля, потому что тематика с ЖКХ, мы связаны постоянно И для меня это интересно, как для человека, который живет в этом городе, который платит От этого я отказываться не буду, и в центре общественного контроля, как просто гражданин, я подам заявление Но мы продолжим разговор о том, почему обидно, после короткого перерыва Возвращаемся в студию, микрофон работает Светлана Занько, и это программа «Особое мнение» И свое особое мнение сегодня высказывает Константин Сичихин, член общественной палатки РСК области нынешнего созыва И руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Мы обсуждаем ситуацию, которая сейчас после пятницы обозначилась абсолютно уже четко Когда Константин не проходит в четвертый созыв общественной палаты И у меня был вопрос, поскольку я отталкиваюсь от твоего поста в Фейсбуке, что обидно И там еще следующий вопрос Так вот, ты уже сказал, что отдавал много сил общественной палате своей работе И тогда что? Обида, она обычно с удивлением еще каким-то связанным Нет, удивило маленькое другое Удивило то, что мнение общественной палаты, мнение будущим членам общественной палаты пытались навязать Тут уже, как говорится, таить нечего У них большой секрет, что на сегодняшний день практически, как мне рассказывали Не буду называть фамилии, имена, как говорится, явки, пароли этих людей Но, как мне рассказывали на сегодняшний день, что со многими из них проводили беседы Беседы перед голосованием по третьей очереди И предоставляли список, в рамках которого надо было голосовать Тех людей, кого одобрило министерство информационной, получается, политики Кировской области И непосредственно законодательное собрание Они как-то там вместе сели, обсудили, кого им лучше, что было в общественной палате И за этот список они этот список предоставили, как говорится, новым членам общественной палаты Вот как-то так мне рассказали эту ситуацию Лично я этот список не видел, но я верю тем людям, которые мне это рассказали И как бы я им доверяю, по крайней мере Это те люди, которым этот список вручили? Это тем людям, не то что вручили, с кем общались по этому списку И в данной ситуации не верить им я не могу А тебя в этом списке не было? Да нет, конечно, меня не было, наверное, за то, что, может, много говорю То, что не нравится кому-то, да, может, еще какие-то моменты Ты много делаешь? Ну, может, много делаю, то, что кому-то не нравится, что я делаю, да Ну, в данной ситуации я не собираюсь кого-то там осуждать И вообще это очень странно, потому что мы же помним все прекрасно, что в рабочую группу Входил и бывший глава общественной палаты Кировской области, ныне зам, 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 представитель правительства Дмитрий Кордюмов Сам там был с вами И когда пришел новый губернатор Игорь Владимирович Васильев Он заявлял, что станет членом рабочей группы и даже где-то там с вами прошелся То есть было, складывалось ощущение, что власти, наоборот, поддерживают, одобряют И даже участвуют в работе этой группы И тут пац Пришел период, когда, наверное, кому-то рабочая группа уже не нужна И по всей вероятности выборы прошли, все устаканилось А зачем это все на сегодняшний день, да? И, как я понимаю, и общественная палата на сегодняшний день пытались сформировать таким образом Чтобы она тихо, мирно, свои три года просуществовала до следующих выборов Ну, по тех людей, которые... Особо не отсвечивала? Да, особо не отсвечивала Более-менее основная масса, чтобы была, как говорят, подконтрольная с какой-то периодом, да? Это мое особое мнение, да? С какой-то другой точки зрения я понимаю, да? А ну тогда ты должен испытывать облегчение, потому что... А я испытываю облегчение Я, честно, с какой-то... Если ты думаешь, что она сформировалась так, чтобы она была подконтрольной, и такое и будет То ты, вроде, не тот человек, которому нравится этот человек работать Да, 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 из-за этого я с какой-то точки зрения даже испытываю облегчение Я же и писал в посте, что обидно-то не за то, что я туда не прошел, что меня не взяли Вот как это все обидно, за то, что пытаются из общественной палаты на сегодняшний день сформировать какой-то подконтрольный орган Получилось или нет? Ты вот видел людей, которые... и читал списки, которые в итоге... Вот из этого я и говорю, как бы, с какой-то позиции, да, может быть и получилось, может быть и нет Но есть люди, которые я знаю, которые не будут навязывать свое... ну, которым не смогут навязать то мнение, которое есть на сегодняшний день Которые прошли в общественную палату и будут отстаивать точку зрения тех общественных организаций, либо то общественное сообщество, которое они будут представлять Это было, будет, и эти люди, как говорится, вперед Вот как-то так, одним словом, на сегодняшний день Константин Сечихин, член общественной палаты нынешнего созыва Это его особое мнение, вы слушаете Продолжаем разговор Буквально на днях состоялись слушания о изменении правил застройки города Кирова И коллега твой по рабочей группе, Виталий Брам, он вообще заявил, что покинул это совещание буквально там с первых слов, а ты досидел до конца Ну, он более эмоциональный, мой коллега, да И что его расстроило? Его расстроило, да и меня расстроило на сегодняшний момент, как это было подано Как оно было подано, каким было сценизмом, может, так это все подано, да Тут назвали это все общественное слушание, да А при этом информацию подавали таким образом, что, ну, как бы, вы сидите, слушайте, а мы сейчас по-быстрому все продиктуем И спасибо вам большое, что вы сюда пришли Поставьте свою подпись Да, поставьте свою подпись, что вы здесь присутствовали, да А потом, когда-нибудь мы с вами увидим опять точечную застройку, опять какой-нибудь дом на каком-то земельном участке, там, в 9-16 этажей И нам скажут, так извините, вы же были на общественном слушании, когда мы там 100 пунктов, 100 пунктов По-быстрому за полчаса хотели вам прочитать Ну, попытались, вот такой вот цирк вчера и происходил в здании администрации города Кирова Почему я остался до конца? Ну, только по той причине, что постарался, по крайней мере, по некоторым моментам, которые там быстро-быстро читали Ориентироваться и где-то либо предлагать, либо спрашивать, либо задавать вопрос Как бы поменьше эмоций, побольше основной логики в данной ситуации И вот как раз один из моментов, не считая, я уже не говорю там про Парк Победы Виталик, наверное, про это уже всем уши прожужжал Мы обратно сейчас Да, а мне больше вопрос не понравился с какой-то позиции Это в районе Мельничной, в районе протезно-ортопедического предприятия Решили изменить зону в зону Там в свое время Статус земельного участка Да, статус земельного участка Под инвестиционный проект Снегоплавильной станции А что плохого? Давно вроде говорили о том, что снег надо переплавлять в городе Плохого-то в чем? Плохого в том, что в свое время, когда мы этой проблематикой занимались А именно туда сваживали снег в больших количествах Непонятно кто, непонятно каким Там же, да, примерно в ортопедическом Потому что там тупиковое место Тихонечко вечером можно привезти То есть там была свалка Да, несанкционирована свалка И неоднократно писали по этому поводу в администрацию Суть в том, что там мы по карте Росрегистра находили участки Земельные участки, размежеванные по 15 соток Это, не помню, год, наверное, 14-й был Да, мы задавали вопросы в администрацию Еще тогда в рамках ОНФ Общероссийского народного фронта Да, Общероссийского народного фронта А что, для чего эти земельные участки Нам тогда, вот, мне память не изменяя Сказали, что это были размежеванные земельные участки Под многодетные семьи Там? Там, да Ну, вот если кто зайдет до карты Росрегистра Там четко были участки сделаны Я вчера этот вопрос задал Ирине Васильевне Рубцовой Я говорю, Ирина Васильевна, так вот, где зона Под производственный объект Вот это тут же участки Размежеванные Она говорит, да, размежеванные Но, не знаю, не помню, кем Я говорю, да как не знаете, не помню, кем Если это муниципальная земля И как сто процентов Муниципалитет Ну, да, да, когда-то была такая история Что эти землю хотели передать Либо многодетным семьям Это очень странно Потому что это практически скоро уже центр города А передача под строение многодетным семьям Это под частные дома Конечно Невозможно себе представить Что в черте города еще межуют участки под частные дома Это вот такая Это как раз та история Когда-то там в 2000 каком-то году Кто-то когда-то рукой махнул Да, давайте А потом подумал, что А здесь же центр Ну, здесь же хорошая земля Там можно будет продать Ну, просто не просто хорошая земля А город уже не застраивается частными домами Да И в итоге получилось тем Что вот эту землю ее заморозили А сейчас, на сегодняшний день Как вчера же пояснили Но в полном объеме не стали комментировать Появился какой-то инвестор Который написал письмо В администрацию города Кирова С просьбой выделить ему территорию Под строительство снегоповильной станции Но, опять же, почему я против Снегоповильной станции в этом месте Нет, давайте так скажем Против снегоповильной станции Или снегоповильной станции в этом месте Против снегоповильной станции в этом месте Почему? Только по той причине на сегодняшний день Что ортопедический завод Протезно-ортопедический Это не только завод Как все придумают Да, если кто там был Я там был и не раз Вот, это социальный объект Во-первых Во-вторых Его туда перенесли Из центра города Из центра города в свое время А дали РПЦ это здание Да, сейчас это здание А дали РПЦ Сначала оно было Под медакадемией Потом его передали РПЦ Но суть в том, что Это портезно-ортопедическое предприятие Туда со всей Кировской области Приезжают инвалиды Маломобильная группа Они приезжают за обувью За костылями За колясками За тем, что выделяется им По федеральной программе Это раз Во-вторых Там сейчас находится реабилитационный центр Порядка 70-80 инвалидов Практически каждый день Там проходят реабилитацию Они находятся в этом здании Потому что они получили Лицензию медицинскую На реабилитацию Это по сути уже Медицинский объект Это объект здравоохранения Пусть он не относится К министерству здравоохранения А относится к другому министерству Но суть в том, что Это социальный объект И мы хотим на сегодняшний день У социального объекта Построить снегово-половинную станцию Которая, во-первых А. Это будет постоянно задымление Потому что снег будет плавиться В зимний период времени И люди, которые живут Или будут находиться в этом здании Они теоретически должны будут дышать Вот этим воздухом При испарении Это раз Во-вторых Кто бывал там Кто бывал там Это низина Там недалеко река Куда будут сливать Воду, которая будет На сегодняшний день Может быть поэтому Этот участок и рассматривали Что необходимый водный объект Будет талую воду Извините Талую воду нельзя просто так взять и слить Ну фильтровую Во-первых Там очень хорошая фильтрация Должна будет стоять Эти честные Можно так сказать В любом случае Это должно будет сопровождать снегоплавильную станцию Вопрос Вчера стоял Я спросил Почему там А потому что там коллектор Недалеко идет Там же недалеко идет коллектор Если кто часто ездит по улице Мельничная на Тимирязево Там в большинстве В большинстве случаев стоят Машины Которые у нас фекалии С вересников Сливают в этот коллектор Там честной коллектор идет Они просто стоят Трубку вставили В отверстие И сливают И так как Напомню что в вересниках Ямы выгребные Да Ямы выгребные Оттуда вывозят машины Оказывается Вот куда вывозят Ну по крайней мере Вот туда постоянно Вывозили там Годами Да Ну там были жалобы На сегодняшний день Я это конечно уже там Полгода не вижу Но может быть Где-то в другое место возят Но суть не в этом Суть в том что Рядом коллектор Из этого для инвестора Он сделает трубу Не знаю В любом случае Для такой станции Необходим коллектор Так если мы Разговор идет о коллекторе Значит разговор не идет Ни о каких очистных станциях В данной ситуации Значит он просто хочет Эту воду талую Сливать в этот коллектор очистной Да Это раз Но вопрос А будет ли он туда сливать Он же будет нельзя Понимаете Вопросов очень много На сегодняшний день По поводу данного Вот этого Определения Вот этой территории Подснегостопловинную станцию Что ты считаешь Как должны поступить власти В данной ситуации Я считаю Как я вчера предложил Я буду сейчас готовить Официальное письмо На комиссию Да Что вот Всю эту зону Вокруг данного Процессонно-отопедического Предприятия Сделать В зону Р-5 В зону Зеленых насаждений И ничего там не застраивать Территория там и так Уже промышленно застроена Да Там рядом и НИИ Там рядом и КПАТ И АТХ И много-много других предприятий Да И река рядом Вот если собираются Дорогу сделать Пусть делают дорогу Как там хотят связать Это с чистыми прудами Ну я думаю Что это никогда Проект не осуществим На сегодняшний день А что же со снегом-то делать А со снегом У нас есть очень много Других территорий В городе Кирове Давайте маленько По-другому еще Разберем эту ситуацию Вот Вот каждая территория Будет неподходящая Вот эта дорога В любом месте Хочется парк разбить Вот эта дорога На сегодняшний день Она и так сильно загружена Она очень узкая Там очень узкий мост Там на Концомольскую площадь Да И давайте подумаем Сколько туда пойдет Снегового Грузовых автомобилей Или со снегом Так там совсем все встанет Прервемся на короткий перерыв Это Константин Сечихин Его особое мнение выслушаете Возвращаемся в студию Это программа Особое мнение У микрофона работает Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает член общественной палаты Кировской области Руководитель группы По контролю за ремонтом И содержанием дорог Константин Сечихин И мы заговорили О снегоплавильной станции Которую планирует Планирует Инвестор какой-то Город и инвестор Построить на территории Которая прилегает К протезному ортопедическому заводу Константин Сечихин против Почему он против Он пояснил до перерыва И пишет сейчас письмо В город Чтобы там разбили зеленую зону А не строили снегоплавильную станцию Я со своей стороны Выражаю скепсис И говорю Ну в любом месте Лучше разбить парк Чем строить снегоплавильную станцию Но тогда зимой Мы заговорим о том Что опять у нас горы снега И почему мы его не вывозим Не плавим И что с этим делать Почему нельзя Снегоплавильную станцию Построить там Где сейчас у нас Находится Вывозится снег В районе улицы Луганской Там хорошая инфраструктура Более-менее дорожная Дорога уже натоптана Там нет коллектора Так пусть построят и честные Мы же сначала с вами о чем Дорога Там есть река Куда это все сбрасывать А дальше пусть инвестор решает эту проблему Подземные воды сбрасывают Ну а зачем мы должны В данной ситуации Как-то знаете Подходить там Не знаю Есть коллектор Нет коллектора Там должны быть водные объекты А там тоже коллектор-то находится Где они хотят Снегоплавильную станцию Устроить Это в низине Прямо Чтобы туда Чтобы подать воду В коллектор Надо ставить Будет хорошие насосы В общем вопросов много Вопросов много Из-за этого я говорю Я поняла Ты не против Снегоплавильной станции Я давно за Ты давно за Мы к этому вопросу Вернемся ближе к зиме Потому что Сурганистического форума Я вынесла Что снегоплавильная станция Европа Говорит что это Просто Такое Такие энергозатраты И прошлый век Конечно Конечно Мы вернемся уже Ближе к зиме Наверное А может быть и раньше Если заговорят О снегоплавильных станциях В серьез В конце концов Конечно Мы сейчас вот о чем поговорим Обсуждали эту тему Буквально Вот говорим об этом Все время А сейчас она особенно Остростала Мы видим что растут Мусорные кучи Около мусорных баков В городе И нам тут еще заявили Что САХ сократил Количество контейнеров В городе Что удивительно Вот И непонятно Что происходит В данный момент времени Почему так происходит Почему вдруг Резкое количество Вот этих пакетов И вот этих куч Выросло рядом С контейнерами В разгар подготовки К реализации Уже новой Мусорной реформы Во-первых Тут надо вопрос Задавать К управляющим Компаниям Если контейнеры Сокращаются Возле Многоквартирных домов Потому что Каждый мусорный дом Либо ТСЖ Либо управляющая компания И они Являются В данной ситуации Не операторами По возрасту Но все таки Операторами Заказчиками Данной услуги Они должны Обслуживать Они Им заказывают Население Конечно Если им Какие-то Начинают Руки Выкручивать САХ Как многие Управляющие Компании Сейчас начинают Говорить Заявляют Так извините Ищите Другого Оператора У нас Кроме САХ На сегодняшний день Есть частные Компании Которые Вывозят Мусор Так же Как и САХ Просто Вопрос Цены Опять же Вопрос Желания Управляющей Компании Найти Другого Оператора Кроме САХ Если мы Берем Крупную Управляющую Компанию Так понятно Они этим Вопросом Сильно Не заботятся Образовываются Образовываются В данной Ситуации Мусор И одно Время Я Крупную Управляющую Компанию Это Как Ленинские Когда они Начинали Жаловаться По поводу Повышения Тарифа На Вывозку Не на Тариф На Именно Связанный С полигонов Негативка А именно Тариф На Логистику Которую САХ В свое Время Поднял Я Предлагал Очень Простой Вариант Купите Мусоровоз Купите Контейнеры И Вывозите Сами По тому Тарифу По которому Вы Посчитаете САХ Это На Сегодняшний День Не Единый Оператор Да Но САХ Обслуживает Свалки САХ А так Ты имеешь Полное Право С любой Свалкой Заключить Отдельный Договор Согласно Тарифу Да Почему Это Сказывается У нас Прием Мусора Это Тарифная Составляющая На Полигоне Вот Про Это Мы И Говорим Про Негативное Воздействие Это У нас Почему На Сегодняшний Момент Когда Был Разговор Вот Негативка Поднимется Тогда Будет И цены Будут Дороже На Вывоз Мусора Негативка Поднимется Не на То Что С Контейнера Привезти Мусор На Полигон Негативка Поднимается На Полигоне За Негативное Воздействие Данного Полигона Это Тарифная Составляющая Которая Регулируется За счет Платы Негативки Федеральный Бюджет И за счет Всех Воздействия Этот Тариф Защищает САХ Как Оператор Данного Полигона В РСТ А Вот Привозка Отвозка Это Не Тарифная Составляющая Возить Может Любой Купил Мусоровоз Получил Лицензию На Вывоз Данного Мусора Посчитал Сколько Этот Вывоз Стоит И С удовольствием Везет Подписал Договор Со Спец Автокозяйством С Оператором У нас Другие Полигоны Есть Я знаю Некоторые Операторы Воричи Возят Они С удовольствием Принимают Мусор На Сегодняшний День Потому Что У них Тот Объем Который Они Должны Размещать У них Просто Меньше Размещается И Выгоднее Даже Некоторых Ситуациях Несмотря На Логистическое Плечо Да Потому Что Например Управляющая Компания Пчут Я Жил В доме Который Управляющая Компания Пчут У них Своя Техника У них Они Заключили Договор С другим Не с Полигоном А с Оречевским Полигоном И возят Туда Им Хватает И плечо И все Нормальное И тариф Не поднимается На сегодняшний День И нет Тех проблем Это район Зиново Это Как раз Застройка Кчуса У них Своя Управляющая Компания Кчусовская И на данный Момент И тариф Не поднимается Я тоже Думал Что поднимут А зачем Поднимать Когда у нас На сегодняшний день Свои машины Мы знаем Сколько это будет стоить Да Мы Возим У своего Свою Как бы Со своих домов Которых мы управляем На сегодняшний момент Да Для чего нам поднимать Данный тариф Они не сталкиваются Я не очень понимаю Что происходит Вообще Почему до сих пор Свалки у контейнеров И ранний расход Происходят банальные вещи Я думаю Что все равно Есть какая-то там Степень Воздействия На этот процесс Со стороны Спецавтохозяйства Такая провокация Можно так это назвать Но это понимаете Вот как раз Мы этот вопрос Мы сейчас Этот вопрос затронули И 28 числа Центр общественного контроля Собирается И как раз На центре 28 августа Августа Да Мы будем опять же Поднимать вопрос Связанный с мусором С тарифной составляющей Потому что Мы это поднимали В июле месяце Тогда нам РСТ не смогли ответить Все таки А как это будет Потому что Не было точного решения Сейчас уже решение есть Сейчас мы уже На телевидении Видим что Руководитель РСТ Это рассказывает И вот 28 числа Мы как раз Собираем РСТ Зовем Заинтересованные лица Это управляющие компании Ряд управляющих компаний Которые были И тогда на совещании И как раз Позовем спецавтохозяйства Это в рамках Общественной палаты Это в рамках Общественной палаты Оно открыто будет Да конечно Оно будет открыто Можно будет послушать Да Можно приходить О чем говорит САХ О чем говорит РСТ Что говорят управляющие компании Да 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 И вот как раз Тогда то и был вопрос Затронут Да замечательно Управляющие компании Сказали что Опустили Ну негативное воздействие Значит тариф будет ниже Но опять же Никто не застрахован От повышения Логистической составляющей Транспортной составляющей Со стороны операторов Такие как САХ Куприт И другие операторы Они имеют сами право Это Вот эту логистическую составляющую Повышать Он не регулируется Сарифом Не регулируется Федеральным законодательством Никаким образом Хорошо Но это все будет Только до 1 января 19-го года Мы послушаем Что произойдет 28-го августа Потому что вопросов Накопилось очень много Напоминаю что Сейчас нам Константин Сообщил что 28-го в общественной палате Будет совещание Где будет приглашен САХ Управляющий компанией В общем все кто отвечает За мусор Да Включая РСТ И все вопросы Которые там будут озвучены Должны получить Ну и вопрос как раз По контейнерам Мы поднимем Одним из вопросов Совершенно верно Да Спасибо Мы продолжаем разговор Эта программа Особое мнение И свое особое мнение Сегодня высказывает Константин Светчихин Вот пришла Замечательная совершенно новость Я опубликовал в фейсбуке Уже упомянутый нами сегодня Дмитрий Александрович Курдюмов Это заместитель председателя правительства По всему соцблоку И так получилось Что Дендропарк Это тоже его ведомство Потому что оно на балансе У образовательного учреждения Сейчас в лесопромышленного колледжа И он сообщил Что в этом году Пройдет серьезные очень работы В Дендропарке Потрачено на ней будет 7 миллионов рублей 7 миллионов А наши слушатели Очень хорошо историю знают Про Дендропарк Потому что наша радиостанция Совместно с компанией Железный Были инициаторами Преображения Дендропарка Поскольку И его реконструкция требовалась А главное требовалось Чтобы появилась зона Где появятся профессиональные Хорошие пешеходные Беговые и лыжные трассы С освещением И 3 года мы ждали этого события И подтянулись инвесторы Кроме железной и лукоил И даже деньги были перечислены Но больше ничего не происходило Вообще И вот сейчас Оказалось, что денег уже больше И что все будет Ну счастье же, Константин Счастье Вопросов нету А что же вы сомнения выражали В твоих эфир Я с счастьем И скепсис Да Скепсис Объясню почему Счастье в том, что Да, я сам лично Ну не скажу, что часто Но бываю в Дендропарке Потому что недалеко от моего дома Более-менее большая Зеленая зона Как бы, да И я с детьми туда езжу Ситуация в том, что там Благоустройство В ужасном состоянии Если эти 7 миллионов Будут потрачены Будут отличные дорожки Освещение и освещения Можно будет вечером Ездить туда гулять Потому что сейчас Бегает Потому что сейчас Вот например В такую погоду Уже в дождливую Вечером Там просто невозможно ходить Потому что грязи по коленам Одним словом Нигде невозможно Никаких Вот Но Какое опасение Опасение только банальное Строительный сезон Он у нас заканчивается Если бы мы с вами Хочется сказать Да Если бы мы с вами Эту новость услышали бы Где-нибудь в мае месяце Никакого бы опасения Не было замечательно У строителей Есть очень большой задел Все лето Делайте с удовольствием Строите Но сейчас на сегодняшний момент Да У нас на дворе Уже скоро сентябрь месяц Мы когда делать-то собираемся Как говорят Реализовывать этот проект В 7 миллионов рублей Осенью Так осенью У нас есть куча Различных примеров Это Кочуровский парк Когда мы пытались Его реализовать осенью И что в итоге получилось Больше критики Чем замечательного проекта Это еще очень важно В какой стадии проект Насколько он проработан И кто будет подрядчиком Потому что Очень не хочется Чтобы подрядчик Был такой Который выполнил нам Если конечно на себя Кочуровский парк Вот эту работу Возьмет Кутная компания Я не знаю кто подрядчик Кочуровского парка Но я просто Была очень удивлена Я знаю Но это я не знаю Из-за чего зависело Из-за проекта до сих пор Не разобрались Из-за подрядчика Из-за чего Суть-то даже не уже в том Что должно срастись Срастись? Звезды Звезды должны сойтись Сойтись На сегодняшний день Да Погода должна То есть не люди Не профессионалы Не деньги А звезды решают Насколько качественно На сегодняшний день У нас должна быть Отличная погода Как минимум До октября месяца Что приализовать Этот проект У нас должен быть Отличная подрядная Организация Крупная По крайней мере Надеюсь Они какие-то там Небольшие Организации Да У нас должен быть Хороший поставленный Проектный Какой-то офис Который будет Быстро отрабатывать Этот проект Да У Дмитрия Александровича Опыт есть Хороший Проектных офисов По реализации Даже в рамках Бережливых поликлиник Да Я надеюсь Что этот же Проектный офис Есть компания Железно Да Есть компания Железно Которая по крайней мере Инициировала Инициировала И у них тоже Очень есть Качественные Специалисты Да На сегодняшний день Есть большой опыт Про реализацию Крупных проектов Что Вот как говорят Вот эти звезды Да Вот они Срастутся Воедино То мы зимой проедемся с вами По освещенной Лыжной трассе И с детьми Можем гулять До позднего вечера Опасение банальное Только То что мы на сегодняшний день Уходим в осенний период Когда строительный сезон Заканчивается Да И звезды обычно у вас не сходятся Да В это время Спасибо Константин Сычи Это его особое мнение Сегодня вы слушали Микрофон работала Светлана Занько Всем хорошего дня